У России сейчас остались основные ракеты воздушного базирования. Калибров очень мало, и мы знаем, что большая часть их находится на кораблях, два из которых уже повреждены. А ракета «Оникс», особенность этой ракеты, она сверхзвуковая. И на определенных этапах полета она достигает довольно больших скоростей, больше трех маха. И на таких скоростях очень сложно ее определить нашими средствами радиотехнической разведки и радиолокационным полем. Она была предназначена как противокорабельная, но она также может использоваться против объектов наземной инфраструктуры. Немножко просто другие точностные характеристики. Но это очень мощная ракета, потому что она летит на огромных скоростях маха, и поэтому поразить ее обычными средствами, зенитно-ракетными, очень сложно. Насколько справедливы, просто извините, она допускается с комплексом. Я вот просто хотела спросить, насколько справедливы, Юли, вот эти вот изречения людей, экспертов, которые говорят о том, что вот ждите с дня на день, закончатся у них ресурсы, закончатся ракеты, и вот тогда мы перейдем в контрнаступление. Насколько справедливо такое утверждение? Я не соглашусь с такими словами. По одной простой причине. Мы сами в конце 90-х годов при передаче стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95 передали 575 ракет Х-55. Эти ракеты крылатые, с давностью полета более 2000 километров. На базе этой ракеты была создана ракета Х-555, как бы усовершенствована. И вот только 500 ракет мы сами отдали. За какой-то период времени они смогли выпустить в их промышленность военная еще определенное количество ракет. То есть их достаточно для того, чтобы по 5-10 ракет запускать каждый день, и это фактически на треть года у нас воздушные тревоги обеспечены. Очень большое влияние имеют санкции, и поэтому те ракеты, которые были выпущены по Украине, это приблизительно около 2000. Это Искандеры, точки У, ракеты воздушного базирования Х-55, Х-55, Х-101. Это самая новая ракета воздушного базирования. То промышленность, военная промышленность России не сможет восстановить этот ресурс в ближайшие несколько лет. Поэтому санкции, которые западные страны ввели, это на поставку комплектующих, очень больно ударили по военно-промышленному комплексу России. КОНЕЦ